Комфорт это комплексная характеристика, но именно индекс позволяет разложить на составляющие и, если хотите, как навигатор выступает, прокладывая кратчайший путь к той задаче, которую мы все ставим перед собой, создание комфорта для наших граждан. Когда мы начали работу над мастер-планом в соответствии с поручением президента Российской Федерации, первое, что я сделал, как руководитель этой команды, я запросил индекс. Посмотрели, по каким направлениям Петропавловск-Камчатский проседает. Я здесь сразу хочу оговориться, что на самом деле мы находимся в начале пути. Мы еще не вошли в число городов с благоприятной городской средой, очень много предстоит сделать. Но мы выбрали болевые точки, это для Петропавловска, в первую очередь, уличная дорожная сеть, общественно-деловая инфраструктура, и на них сконцентрировали после этого разработку мастер-плана. Сразу хочу отметить, что это была командная работа, активно в ней участвовал и продолжает участвовать Дом РФ, потому что мы, по большому счету, с нуля проектируем исторический центр. Это звучит как противоречие оксюмора, но на самом деле так оно и есть. Петропавловск в свое время оказался лишенным исторического центра. Промышленность постепенно вытесняла и жилые кварталы, и точки притяжения общественной пространства из центра, занимая их промышленными зданиями. Так вот, мы задумали в рамках реализации мастер-плана вернуть Петропавловску его исконный центр, вернуть привлекательный облик, и сейчас в практическую работу после уже утверждения мастер-плана президентом Российской Федерации перешли. Буквально на прошлой неделе проводился конкурс среди лучших команд архитекторов на площадке Дом РФ с поддержкой для проектирования центральной площади общественного делового центра. Я уверен, что реализация тех проектов, которые сейчас находятся в активной стадии подготовки, позволит нам в ближайшие годы, ну мы делаем для себя горизонт 2030 год, но в 2030 году войти в группу лидеров среди городов нашей численности, больших городов. Хочу отметить, что, конечно, Петропавловск город особый. Наверное, многие слышали, что сегодня мы пережили достаточно сильное землетрясение, очередное, достаточно давно не было, почти 7 баллов, 6,9, если быть точным. И, слава богу, обошлось без разрушений. Это в очередной раз, наверное, подчеркивает, что, несмотря на все сложности, все-таки внимание к укреплению сейсмоконструкции, к созданию сейсма, укрепленного жилья, это, безусловно, правильное направление. Ни одно здание не пострадало, несколько там трещин косметического характера произошло, ни один человек не пострадал. Но мы понимаем, что вот эта составляющая индекса безопасности, которая зашита, кстати, в каждой из шести показателей, имеет приоритетное значение. И, конечно, мы в работе над развитием Петропавловска-Камчатского совместно с Минстроем сейчас вырабатываем подходы к расселению сейсмодефицитного жилья, к его ликвидации. Для таких городов, как Петропавловск, это, безусловно, приоритетная составляющая. Ну и хочу два слова сказать, что благодаря такой целенаправленной политике, обозначенной президентом Российской Федерации, Владимиром Владимировичем Путиным, реализуемой правительством Марат Шкерезановичем Минстроем, благоустройства дальневосточных городов, удаленных, потому что я сегодня выхожу из самой дальней точки, с точки зрения часовых поясов, наверное, один из самых дальних городов, которые участвуют в рейтинге. Так вот, дальние, дальневосточные города находятся в фокусе внимания. Благодаря существующим мерам, в том числе и финансирования, мы, комбинируя их, достигаем комплексного результата. А это и формирование комфортной городской среды, очень активно участвуем в ней. В этом году стали победителем, готовим новые заявки. Это дальневосточная программа благоустройства тысячи дворов. Это специальные казначейские кредиты, это уже упоминавшиеся инфраструктурные облигации Дома РФ. Все это вместе скомбинировав, позволяет гибко финансировать проекты благоустройства городов и действительно достаточно быстро двигаться вперед. Уверен, что в ближайшие годы Петропавловск, благодаря точной навигации индекса, благодаря нашим усилиям, сконцентрированной этой задачи, поддержке, которую мы видим со стороны федерального правительства, сможет стать притяжением и для туристов, и фактором принятия решений страны-жителей Камчатки, оставаться в родном регионе и строить здесь свою жизнь, карьеру, семью и благополучие близких. Именно на это нацелен индекс. В нашем случае он позволяет решить эти задачи, позволяет как раз вокруг него собрать системную работу по развитию городов и собрать команду, которая над ней работает. Поэтому еще раз хочу всех поблагодарить и будем двигаться вперед. Уверен, что настоящие результаты Петропавловска еще впереди. Петропавловска